Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. И вот удивительная вещь. Вроде все понятно и непонятно одновременно. Еще раз скажу, как я выразился в самом начале, это весьма странный инцидент, скажем так. Дело все в том, что второго самолета Пригожина не было, сообщает компания-эксплуатант бизнес-авиации в России. Дело все в том, что по данным сервиса Flightradar, вы знаете, там можно отслеживать полеты самолетов. Именно на основании данных этого сервиса было заявлено, что два самолета вылетели. И на основании этого все СМИ смотрели, почему сели в один самолет, почему заложили предположительно взрывное устройство. Потому что это как одна из версий рассматривается сейчас официальным расследованием. Там, как это угадать можно было или как еще что-то. Второго самолета вообще не было. Здесь гадать нечего было. Вот официальное письмо компании Jetica. Со ссылкой на бизнес-фм. И вот что пишут. Компания Jetica является эксплуатантом самолетов деловой авиации в России, сообщает генеральный директор Трифонов. В числе воздушных судов, находящихся под управлением компании, находится в том числе воздушное судно. С регистрационным номером оканчивается на 48. Самолет типа Embraer Legacy 650. 2014 года выпуска в России с 2022 года. Данное воздушное судно совершало полет из Питера в Москву 23 августа без пассажиров на борту. Время вылета из Пулкова 18.59 московского времени. Время прилета во Внуково 20.04 москвы. Данное воздушное судно активно упоминалось в СМИ. В связи с катастрофой другого самолета регистрационный номер оканчивается на 95. Вероятно, с представителями ЧВК Вагнера на борту. В СМИ сообщалось, что самолет 48, который, вот второй этот, совершал перелеты вместе с 95. И, соответственно, имеет отношение к Вагнеру. Однако данная информация не соответствует действительности. Воздушное судно с регистрационным номером 48 совершало перелет по своему собственному графику. И не сам самолет, ни его пассажиры не имеют отношения к Вагнеру и никогда не имели. Пишет генеральный директор Трифонов. А вот, собственно, сама новость. Журналисты утверждали, что на этом самолете летела команда наемников, которая следовала за бортом с Пригожиным и Уткиным на 48-м. Однако Джетика заявила, что ее самолет летел в обратном направлении и без пассажиров. Версию о двух самолетах создали на основании данных сервисов Flightradar 24, который показал перемещение этого якобы второго борта. Говорили о том, что он полетал там какое-то время около часа и сел в Оставьево. Бизнес-ФМ, компания Джетика, которая владеет этим самолетом, вот этим 48-м, утверждает, что его вообще там не было. Он летел из Санкт-Петербурга в это время в Москву. Напомню, что в одной из статей писали о том, что Пригожин предпочитал именно летать на самолете 48-м, вот этом, который не имеет отношения сейчас, вот говорят. И вчера этот борт вот вылетел из Москвы в Баку как раз. Ну вот получается, что был один самолет. Вот на основании этого письма, со ссылкой на бизнес-ФМ. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте. Одноклассники. Запрещено грамм. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.